Ты тоже тогда покушай, в принципе, кратчатину немножечко. Что? Что это такое, Шарпеюшка? Ты только посмотри, кто у нас сидит на крыше! Это какой-то фантом? Всем привет, друзья! Меня зовут Нубик Алексис, и добро пожаловать в Майнкрафт! Сегодня я вместе с Шарпеюшком продолжаю выживать в самом защищённом домике. Ну а чтобы у нас всё получилось, обязательно поддержи нас своим крутым лайкусиком, а также подпишись на мой канал и нажми на колокольчик, если ты вдруг ещё этого не сделал. Кто ещё не знает, это мой верный пёсик Шарпеюшка, но я его превратил в оборотня. Ещё буквально 2-3 ролика Шарпеюшка будет оборотнем, ну а потом будем обратно его превращать в пёсика, потому что уже многие ребята просили, что превращай Шарпеюшку обратно. Ну что ж, первым делом мы с тобой пооткрываем лаки-блоки. Это не обычные лаки-блоки, это лаки-блоки крутых ютуберов. Такие блоки я ещё никогда не открывал, поэтому мы сейчас с тобой быстренько это и сделаем. У нас здесь есть 10 штучек Шарпеюшка. Открывать мы их будем вдали от нашего дома, потому что в прошлой серии, кто помнит, мы открыли такой лаки-блок, где повылазило, наверное, 100 колемов и 100 криперов. Это был просто полнейший хаос, здесь всё было разбито. Мы, Шарпеюшки, трудились, наверное, несколько дней, чтобы восстановить вот эти вот все наши ловушечки, отстроить эту территорию. Правда, мы устали, Шарпеюшка, очень сильно мы с ним устали, но хорошо, что ты мне помогал. Если бы не ты, то я бы до сих пор, наверное, восстанавливал бы тогда свой домик. Ну что ж, давай тогда открывать эти блоки, смотрите, ребятки, это какой-то... Это медведь или что это такое, Шарпеюшка, посмотри, он на медведя похож или нет? Мне кажется, что он больше на какого-то Чупакабру похож, да? Ладненько, давай тогда открываем. Что здесь? О, сразу монстр, ребята, смотрите, он бьёт этих големов, он чем-то стреляет. Ничего себе, так, давайте я забегу домой, ничегошеньки себе. У меня там просто есть лук, без лука я его не уничтожу. Смотрите, он бьёт моего голема, а, капец, всё, ребятки, я погиб. Теперь вы понимаете, какие несчастливые это лаки-блоки. Так, давайте возьмём лучше стрелы в ряда и попробуем уничтожить ту летающую голову. Капец, я мажу по нему, ничего себе, неужели стрелы от него прям отскакивают? А хотя нет, ребятки, не отскакивают. Он потихонечку погибает, это хорошо, на, получаем остричок. Ой, ребятки, очень долго его нужно уничтожать. Пока мы его трогать не будем, давайте тогда открывать следующие лаки-блоки. Может быть, здесь выпадет какое-то крутое оружие. Шарпеюшка, посмотри, всех наших големов он сейчас перебьёт. А также я сейчас заберу свои луки и стрелы. Открываем, ребятки, следующий лаки-блок. Это тоже какой-то майнкрафтер. Если честно, он немножечко похож на Аида, ну, совсем немножко. Так, это что, обратно какие-то монстры? Да что это такое, Шарпеюшка? Это что за блоки такие несчастливые? Смотри, это какие-то летающие осьминоги. Это что вообще? Я таких ещё никогда монстров не видел. Нужно срочно от них убегать, ребят. Смотрите, они разбили мой бассейн. Что? Что происходит, ребятки? Вот это полнейший хаос здесь творится. Капец. Вот это я называю лаки-блоки. Я открыл всего-то навсего два лаки-блока. Шарпеюшка, иди сюда, возвращайся домой. Тут у нас уже с тобой полнейший хаос происходит. Два лаки-блока, ребятки, открыл. И вы только посмотрите. Уже бассейн мой разбитый. Ловушечка тоже уже, наверное, немножечко подбитая. Всё небо в этих вот летающих осьминогах. Шарпеюшка, что нам с тобой делать? Капец. Так, может быть, хотя бы я броньку тогда свою одену. Может быть, не так быстро буду погибать. Да, вот теперь у меня немножечко бронька получше. Шарпеюшка, нам нужно с тобой как-то выбежать. И забрать те вот лаки-блоки. И дооткрывать их. Мы открыли только два лаки-блока. И они два неудачливые. А, тут волки ещё появились. А почему здесь появились волки? Ничего себе. Я, если честно, не знаю. Кто их вообще вызвал? Шарпеюшка, ты их не вызывал, этих волков? Нет? А почему они появились? Ладно, странно, конечно, очень странно. Так, где наши лаки-блоки? Они где-то вот здесь вот были. Вот наш бассейн. Смотрите, ребятки, пробоина вот такая вот большая. Уйди от меня. А, летающий монстр. Шарпеюшка, спасай меня. Всё, молодец, ты с ней разобрался. Вот там ещё один, Шарпеюшка. Вон ещё один летает, смотри. Давайте я пойду покажу. Ты его уничтожишь, а я пока тем временем заберу свои лаки-блоки. Шарпеюшка, иди сюда, иди ко мне. Вон он, смотри, смотри, какая монстряка. Вот он как раз приземлился. Вот ещё, ребятки, 4 лаки-блока я нашёл. Отойдём подальше от своего бассейна. Так, что здесь? Обратно ТНТ, ребята! Я открыл 3 лаки-блока, и все они неудачливые. Если честно, мне даже страшно их открывать. О, меч, отлично, что это за меч? Ребят, смотрите, 7,5 урона наносит. Мне ещё осталось найти мои сапожечки, но что-то их я здесь нигде не вижу. Одеваем тогда то, что есть. Ребятки, а вот мой и лук, это хорошо. О, ничего себе, это что за летучие мыши какие-то поприлетали сюда? Они что, с големами заодно? О, может они добрые? А хотя нет, ребята, они злые. Их големы уничтожают. Да, мои големы их бьют, ничегошеньки себе. О, они меня увидели, и какими-то сферами начали меня стрелять. Но я с первого раза её уничтожил, это хорошо. Нас сейчас получают вторую стрелу. Там вот ещё несколько штучек осталось, ребятки. С первого удара я их уничтожаю. Это какие-то летучие мыши, но они, по идее, должны по ночам, ребят, приходить к нам. Они прям днём поприходили. Вон там ещё один шарпеюшка, я сейчас его уничтожу. И вот только посмотрите, друзья, что после них пооставалось. Это какие-то сферы, это ядовитые железы. А что мне делать с этими ядовитыми железами? О, это самый главный, наверное, зелёный, да. А, ребятки, он самый сильный был, потому что всех я уничтожал с первого раза. А этого я прям с двух раз еле уничтожил. Даже, смотрите, какой-то монстрик упал в мою самую скрытую ловушку. Давайте аккуратненько подойдём и глянем, что там такое произошло. А, нет, может быть, голем свалился. Да, наверное, шарпеюшка, глупый голем, упал в мою ловушку. Вот тут ещё, в принципе, у ребятки куча летучих этих мышей. Но я сейчас с ними очень быстренько разберусь. У меня стрел должно хватить, в принципе. И на тебе, получайте. Так, всё, а нет. О, это фиолетовая какая-то. Он ей попал и уничтожил. Ребята, смотрите, они возле моих лошадей находятся. Они атакуют моих лошадок. Вы что, вообще обнаглели? Я сейчас вас всех уничтожу. Ребятки, а вот и главный. Это золотистая летучая мышь. Смотрите, два раза в него выстрелил. Третий раз выстрелил и не уничтожил. Четвёртый раз. Капец, какой он сильный. Шарпеюшка, помогай мне как-то его уничтожать. Всё, я его уничтожил. Или ты мне помог? Какой ты молодец, шарпеюшка. Так, мы с тобой с ним разобрались. Ну я что-то погибаю, а? Меня тут бьют. Капец, я скоро погибну. Шарпеюшка, нападай на него. Всё, мой верный пёсик разобрался с ними. Это очень хорошо, потому что у меня осталось всего-то навсего полздоровья. Давай быстренько с тобой зайдём, что-то перекусим. Кстати, ты тоже сегодня ещё не кушал. Заходи сюда. Так, шарпеюшка, у нас здесь с тобой есть жареная крольчатина. На тогда, в принципе, пока покушай. Но я уверен, что ты больше хочешь есть. А я себе поставлю... А, тут ещё целая куча жареной крольчатины, шарпеюшка. Если ты хочешь, то на тебе ещё тогда несколько штучек. Я знаю, что ты сейчас когда оборотень, то ты кушаешь намного больше, чем раньше, когда был пёсиком. И давайте глянем, или мои коники не сильно пострадали. Ребятки, да капец, да сколько у вас здесь этих монстров? Ну всё, я сейчас мечом их уничтожу. Идите сюда. Шарпеюшка, ты разобрался с этим монстром? Нет? Разобрался, да? Да, разобрался. Молодец. Больше я вроде бы этих монстриков не вижу. Но мои коники не пострадали. Эй, лошадка, как ты вылезла-то, а? Ребятки, нужно её срочно загнать. Так, взлетаем. Кто ещё не знает, мой коник умеет летать. Они оба умеют летать. Вот такие у меня волшебные пегасы есть. Всё, будьте, в принципе, здесь. Ребят, я думаю, что в следующем ролике мы обязательно с вами расширим им вольерч, потому что им здесь тесновато, мне кажется. Можно, в принципе, пойти домой, немножечко отдохнуть, потому что я подустал уничтожать тех летучих мышей. Что? Как это никого нету? Ребята, вы только посмотрите, пришли какие-то одноглазые пауки, и они падают в мои ловушки. Да, вот только что свалился в мою самую скрытую ловушечку. Но мы сейчас с тобой, шарпеюшка, их позагоняем в ловушке. Мне что-то кажется, что они очень глупые. Да, они, наверное, какие-то безмозглые. Что? Он вылез? Он вылез из моей ловушки, ребята. Это первый монстр, которому удалось это сделать. Так, значит, вот эта вот моя скрытая ловушка, она неэффективная для них, мне кажется. Давайте тогда, ребятки, будем их загонять в какие-то другие ловушечки. Например, вот в эти вот попробуем их загнать. Привет, паучки. О, ничего себе. Ребята, они меня не трогают. Это добрые пауки? Прикольно, конечно. Это первые монстрики, шарпеюшка, которые на нас с тобой нападают и не трогают. Интересно вообще. С каждым днём всё интереснее и интереснее становится. Они, главное, на вид такие страшные и не трогают меня, ты представляешь? Ха-ха, как круто. Ну вот, единственное, это нужно будет восстановить немножечко нашу ловушечку, потому что... А, ты чего, шарпеюшка, ты меня укусил? Эй! А если я превращусь в оборотня такого же, как и ты? Капец, ой, как больно. Нужно пойти что-то скушить. Шарпеюшка, больше так не делай, хорошо? Так, нужно быстренько, ребятки, пойти и как-то эту рану чем-то перемотать. Но у меня здесь никаких бинтов нету. Но я надеюсь, что всё и так само должно пройти. Лучшее лекарство для меня это сейчас что-то покушать. Но я надеюсь, что реально я, шарпеюшка, не заражусь, потому что, ну, ты же всё-таки оборотень, как ни крути. А насколько мы все знаем, если оборотень вдруг кого-то поцарапает, то тот человек, либо существо, он может превратиться в такого же самого. Поэтому, ну, будем надеяться, что ничего не произойдёт. Я подощё шарпеюшка посмотрю, что там делают мои коники. Вот уже и, в принципе, закат, ну и нормально. Мы с тобой и так все дела переделали сегодняшние, поэтому можем смело идти отдыхать. Так, всё, вольерчик закрыт, потому что я не был уверен, или он закрыт. Ну всё, можно, в принципе, шарпеюшка возвращаться. Пойдём тогда банькать, я очень сильно подустал. Ты, шарпеюшка, иди, в принципе, отдыхай, а рано утром я тебя разбужу. Хорошо? Всё, тогда иди банькой. И я тоже, ребят, в принципе, пойду спать. Мне, если честно, что-то так плохо после того, как меня шарпеюшка укусил случайно. У меня что-то голова кружится, какая-то слабость. Но я надеюсь, что я утром проснусь, и мне станет намного лучше. Ребятки, мне что-то не спится. Я себя как-то очень странно чувствую, шарпеюшка, шарпеюшка. Где мой шарпеюшка? Ребята, смотрите, ещё поздняя ночь. А почему, почему у меня зрение такое хорошее ночью? Эй, это же ночь, и по идее всё должно быть в темноте. А, ребята, ребята, вы только посмотрите на меня. Кем я стал, ребят? Я стал оборотнем каким-то. Меня шарпеюшка укусил, и я превратился в монстра. Что? Ну я себя чувствую каким-то таким сильным. Шарпеюшка, эй, а ты что не спишь? Ты что, по ночам постоянно гулял? Ребят, вы представляете, шарпеюшка, когда был оборотнем, он, наверное, по ночам гулял всё это время, а я спал, а на утро он приходил. Капец, шарпеюшка, это так круто быть оборотнем, если честно. Смотри, вот зомби на меня идёт. А ну-ка, я его сейчас уничтожу. Вот у меня здесь две шкалы здоровья. Так, я его просто в ловушку взял и сбросил. Вот так просто. Ха-ха, как же круто быть оборотнем. А ну-ка, шарпеюшка, подойди ко мне, смотри. Мы теперь с тобой два крутых оборотня. Если честно, мне это очень сильно нравится. Как здорово, теперь мы с тобой по ночам тоже можем играть. Мы можем уничтожать каких-то различных монстриков. Просто раньше мы с тобой по ночам не играли, потому что было так темно. А сейчас я всё вижу. Я ещё лучше вижу, чем днём. Вот тут какие-то эти скелеты. Но я сейчас с ними разберусь. У меня тут есть ещё крутой меч. В ловушку мою падай, всё. Он сейчас, ребятки, упадёт. Так, на, получай. Ты что? Ничего себе, какой сильный скелет напал на меня. Шарпеюшка, меня мучает страшный голод. Теперь я понимаю, почему ты так стал много есть. Ты тоже тогда покушай. Принципи кратчатина немножечко. Что? Что это такое, шарпеюшка? Ты только посмотри, кто у нас сидит на крыше. Это какой-то фантом? Либо какая-то смерть с косой, либо с косами. А, он меня увидел. Что? Нужно его уничтожить как-то так. Ну, погодите. А, ребят, смотрите, он меня отталкивает. Он какой-то черодей, мне кажется. Ты представляешь, шарпеюшка? Я не могу двигаться. Это что за монстрик? Напутай на него. Так, нужно его срочно уничтожить. У меня осталось полсердечка. Фу, я еле с ним разобрался, какой он сильный был. Он когда меня бил, я не мог себя контролировать. Я просто скользил вот так вот во все стороны и не мог двигаться. Шарпеюшка, нужно зайти домой и подкрепиться. Это что такое? Ребята, это ночные монстры. Тут пауки какие-то. Эндермены или что это такое? Давайте подойдем и ударим этого Эндермена. Ты что, сюда пришел? А, ребят, зря, конечно, я на него напал. Давайте возьмем тогда мой вот этот вот железный меч. И больше у меня, в принципе, здесь ничего нет. А, еще есть три несчастливых зельки. Может быть, я сейчас с зельками кого-то поуничтожаю. И забрать нужно, ребятки, обязательно свои доспехи. Так, забираем, забираем их. И одеваем. Так, что тут у меня есть? Только штаны и все. А нет, вот еще шапочка. Шарпеюшка, а ты не видел мой золотой нагрудник? Он вроде бы здесь тоже где-то был. Ну, если нету, то так и будет уже. А, смотрите, ребятки, зомби пришел сюда, да? На, получай, зомпиара ты такой. И ты тоже зомпиара получай. Сейчас я вас в ловушки загоню своих. Бей этих монстриков, помогай мне их уничтожать. Все, есть, мы с тобой с ними разобрались. Это хорошо. Вот там еще, смотрите, сколько крипаков. Вот эти вот слендермены. О, тут еще големы с ними сражаются. Да, все-таки очень хорошо, что у нас есть защитники големы. Правда, их уже очень мало становится. Ребята, меня заметил крипер. Давайте я сейчас зельку у него брошу, вот эту вот. Вау, сколько там мечей повылетало. Смотрите, ааа, пауки. Целая куча пауков. Надь еще одну зельку. Ребята, я только что навызывал целую кучу монстров. Вау, какое небо красивое. Такое кровавое какое-то. Шарпеюшка, уничтожаем этих монстриков, этих пауков плохих. Да е-мое, да что вас здесь так много? Я же тоже теперь такой же, по идее, злой, как и вы. Почему меня эти монстры уничтожают? Ой, шарпеюшка, мне кажется, что мы ночью с тобой не сможем с ними справляться. Но смотри, скоро будет рассвет. Да, смотри, вот уже, в принципе, луна заходит. И сейчас будет вставать солнышко. Ой, как мне что-то плохо стало, шарпеюшка. У меня что-то голова закружилась. Ой, какое неприятное ощущение, ребята. Что? Смотрите, я обратно стал человеком. Да, шарпеюшка, я теперь по ночам превращаюсь в такого же самого оборотня, как и ты. Ты представляешь? Ребятки, может быть, мне искать какое-то исцеление? Либо еще несколько серий вот так вот побыть оборотнем? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, а на этом, я думаю, что мы будем свой ролик заканчивать, шарпеюшка. У меня здесь стрела в голове, смотри. И я очень сильно устал. Мне нужно срочно восстановиться. Ребятки, кому понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну, а с вами был я, Нубик Алексис в Майнкрафте. И мой верный оборотень, шарпеюшка. Всем пока.